В Жадовской средней школе прошел семинар с участием преподавателей Ульяновского педуниверситета и Барышской епархии. Идея провести подобный эксперимент в образовательных учреждениях принадлежит губернатору региона Сергею Морозову. Главный пазл указа – сохранить и приумножить духовно-нравственные ценности российского народа. Много народов, много государств погибло. Те государства народа, которые не смогли сохранить свои духовные ценности. Россия, мамушка, выживала в любые трудности и сохраняла ту свою духовность, ту свою религию даже в времена атеистов. В своем слове епископ Барышский и Индинский филарет отметил понятие духовность и нравственность не стоит ставить в один ряд. Нравственность дается нам Богом при рождении, а ее главные аспекты прописаны в заповедях Господних. Духовность же – понятие разностороннее. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому владыка призвал педагогов быть максимально аккуратными и экспериментируя не навредить. Духовно-нравственное воспитание очень сильно будет зависеть от вашего слова. Слово имеет силу. Поэтому, обращаясь к преподавателям, к вам, ко всем хочется сказать, положительную духовность можно получить единственное только от того, что здесь мы называем общение с Богом. Я все время говорю, что образование – это не только сумма знаний, полученные как это, но, прежде всего, образование – свой образ, образ подобия Божия, прежде всего. И поэтому самое главное, я считаю, образование – это образовываться в исполнении заповедей Божьих, образовывать душу свою добродетельную. Как отметил благочинный Жадовского монастыря отец Тихон, главная беда молодежи – праздность. Зачастую молодым людям, особенно в сельской местности, нечем заняться. От безделия ребята пускаются во все тяжкие. Поэтому сейчас очень важно максимально занять молодежь полезными делами. Положительный пример в виде клуба «Пересвет» работающим при Жадовском монастыре уже есть. Сегодня, если мы хотим выйти из-под власти заблуждений, сомнений, из-под власти пропаганды, то нам нужно вести разговор о том, что для нас сегодня является самым главным. Педагоги, ученые и священнослужители поставили себе задачи, которые необходимо решать. Нужно подтянуть ребят в знании русского языка, символов нашей страны и определить правильные направления в духовности. Все выразили надежду, что этот образовательный эксперимент удастся, а в этом случае его опыт применят в других школах Барышского района и всей Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова